Подключаем к нашему эфиру советника главы Херсонской областной военной администрации Сергея Хланя. Сергей Владимирович, доброе утро, рады приветствовать. Доброе утро, мы из Украины, Херсонщина это Украина, слава Украине. Героям слава, Херсонщина это Украина, и мы ждем, когда уже освободим Херсон от российских оккупантов. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, как сейчас развиваются дела, развиваются события на херсонском направлении? Разная информация поступает, частично противоречиво, поэтому внесите, пожалуйста, ясность в происходящее. Ну, наши вооруженные силы продолжают контрнаступательные действия, и на сейчас в северном части Херсонской области, как раз в Береславском районе, как мы видели на прошлой неделе, прошли существенное продвижение, и мы освободили 1170 квадратных километров нашей территории, нашей родной Херсонской области, продолжаем двигаться вперед. Окупанты сейчас сделали линию обороны возле Милового, это практически уже перед Береславом, там считанные километры до Береслава. Береслава не считают для себя стратегическим таким населенным пунктом, потому что Береслава это уже фактически выход казацкая веселая, это дамба Каховская ГЭС, это фактически правый берег Каховской ГЭС, и левый берег это, соответственно, новая Каховка. То есть именно контроль дамбы является для оккупантов сейчас стратегической целью, но ничего у них не получается, наши вооруженные силы плавно продвигаются, выбиваем врага, идем к намеченной цели, идем к контролю дамбы, отрезанию как раз новой Каховки, возможности из новой Каховки поставлять любое вооружение, потому что оккупанты там сделали альтернативные переправы возле дамбы Каховской ГЭС, сделали перекидные мосты в районе шлюза и всячески пытаются переправлять технику, но тем не менее уже скоро она будет полностью отрезана от поставок и мы возьмем под контроль эту очень важную транспортную артерию. Соответственно, есть успехи и на Николаевском направлении, но я думаю, там лучше будет комментировать уже Генеральный штаб вооруженных сил, но мы все ждем как раз хороших новостей именно с Николаевского направления, потому что в Николаевском направлении до города Херсона от линии фронта не более 30 километров, поэтому мы как раз уже, знаете, все с воодушевлением ждем, когда же все-таки мы зайдем в Херсон, когда мы сможем освободить наш областной центр и это по сути будет ударом по оккупанту, и чтобы они там не рассказывали, что они перейдут на левый берег, они точно так же будут убегать из левого берега, как сейчас убегают и эвакуируют свои семьи из Херсона. И, кстати, один из коллаборантов Семичев, это коллаборант того же круга, который Сальдо, Булюк, Стримаусов, Семичев, это такого же масштаба коллаборант, то на этой неделе он вывез всю свою мебель из дома в Антоновке. Антоновка – это пригород Херсона, как раз возле Антоновского моста, это и название моста, по сути, по названию населенного пункта. Он жил в Антоновке в роскошном доме и всю свою мебель на этой неделе спаковал и вывез куда-то в сторону Крыма. Поэтому вот это уже такой четкий сигнал, что вот эти коллаборанты готовятся к тому, чтобы убегать, и даже свою мебель вывозят, не говоря уже про семьи и то, что они там все-таки удалось им нахрабить. Но у меня вот большие надежды, что все-таки не успеют убежать. Ну а если убегут, то мы их все равно найдем, где бы они ни находились. А что говорят людям, просто херсонцам? Возможно, вам известно, их просят эвакуироваться или они сосредоточены именно на коллаборантах и в первую очередь их вывозят? Было заявление на днях как раз Гауляй Тарасальда. И это заявление адресовывалось все-таки больше в сторону Кремля о том, чтобы обеспечить вывоз людей и размещение людей из Херсона в Российской Федерации или в Крыму. Тут же выступил потом и Стримаусов, говорит, нет, это не эвакуация, мы просто отправляем людей на оздоровление. Но сразу же после этого из Кремля ответили, что мы готовы обеспечить и перевозку людей, и размещение людей. Но наши люди прекрасно понимают, что никакого выезда быть не может, потому что все ждут освобождения и вооруженные силы Украины. Это все-таки адресовано было тем коллаборантам, которые вот сейчас там плачущие записывают видео с освобожденных населенных пунктов с севера области. Они сейчас все посбегались в Херсон и плачущие записывают. А что же нам делать? Мы же референдум провели, мы же так ждали, мы же так надеялись. Вот этот вот десяток коллаборантов и предателей, которые ждали и надеялись, то вот они сейчас плачущие, трепещущие ждут вот эту вот эвакуацию. То пусть вот они, как говорится, вот этих вот предателей и собирают вокруг. И вот эти вот предатели на сегодняшний день и есть, скажем, тот потенциал у оккупантов и коллаборантов, которых они пытаются вывести. Но еще раз говорю, мы их найдем, где бы они ни были. Они обязательно понесут ответственность за все содеянное, потому что как раз они взяли на себя и смерти тысячи наших людей, и насилие, и грабеж, и разрушение. Все, что принесли оккупанты, по сути дела, это ответственность и предателей, которые стали на их сторону. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, а насколько интенсивно сейчас происходит процесс бегства, скорее всего, оккупантов и коллаборантов с территории Херсона и Херсонской области? Почему спрашиваю? Дело в том, что, например, такое издание, как Financial Times, опубликовало интереснейшую информацию. Согласно данным журналистов этого издания, Херсон, да и вообще все правобережье Украины может быть освобождено буквально в течение ближайших десяти дней. Да, сейчас я видел эту информацию, и это можно проследить и по настроению оккупантов, потому что оккупанты как раз высшее руководство всю эту неделю эвакуировалось, в том числе и все свои семьи, которые у них были, они уже их отправили вообще даже не на левый берег, а в сторону Крыма они уехали. Сейчас очень заметно, когда, вот люди передают с Херсона, на переправе в Антоновке очень часто появляются машины, они полностью затонированные, которые без очереди проезжают и без очереди переправляются как раз на левый берег. А это фактически эвакуация штабного руководства всех россиян. То есть вот они сейчас массово через вот эту переправу выезжают и эвакуируются на левый берег, ну и там где-то начинают прятаться уже, потому что, по сути, размещать штабы так, как они раньше размещали, у них уже не получается, потому что движение сопротивления, партизанское движение вместе с нашими вооруженными силами очень четко отрабатывает те места, где они организовывают свои штабы. Поэтому вот они сейчас массово все эвакуируются с Херсона и с правого берега и где-то растворяются пока на левом. Сергей Владимирович, недавно нас всех потрясла новость о том, что оккупанты расстреляли в Херсоне дирижера Херсонской филармонии. Неизвестно ли вам что-то, почему, в чем причины такого зверства, почему именно этого человека расстреляли? Они его арестовали, пытались склонить к сотрудничеству, заставляли, пытали. Человек имел очень четкую проукраинскую позицию, отказывал им, демонстративно показывая то, что это непринятно. И оккупанты зверски просто его убили. Это довольно-таки известный человек, поэтому это стало абсолютно известно. Но я вам хочу сказать, что в оккупированной Херсонщине таких случаев, к большому сожалению, очень много. И даже вот в Каховке, откуда, по сути, я, были такие случаи просто с обычными гражданскими семьями. Задержали одну семью, а спустя некоторое время человека, ну, мужа нашли убитым в лесу рядом с Каховкой, застреленным. То есть они просто его застрелили в плену и вывезли, выкинули в лес. И такие случаи происходят по Херсонской области. То есть оккупанты очень жестоко относятся к нашим людям. И эти все военные преступления, как и сейчас, они фиксируются уже на освобожденных территориях национальной полиции. Так они будут фиксироваться и по всей Херсонской области после освобождения. Это обязательно станет материалом для осуждения военных преступлений Российской Федерации на территории Украины. Скажите, пожалуйста, а как приближающееся поражение расистов повлияло на процесс частичной мобилизации, который оккупанты проводят не только у себя там в России за поребриком, но и, к сожалению, на территории временно контролируемой ими? В оккупированной Херсонщине они объявили о создании добровольческого батальона, который призывали защищать, как они говорят, Херсонскую область. Мобилизации и раздачи повесток в Херсонской области не было, потому что они все-таки, знаете, ситуация с паспортизацией у них настолько критическая, и они сказали, что при мобилизации вынужденной не будет, а будет вот только создание этого добровольчества. Они даже его назвали имени Василия Маргелова, генерала, который в советское время ВДВ возглавлял. То есть название... У них все в стиле Советского Союза. Они же ничего нового придумать не могут. У них вот все, что придумывается, это вот Советский Союз. Вот Советский Союз, и они создают отряды Советского Союза, и вооружают как Советский Союз, и одевают как Советский Союз. Но этих отрядов вживую никто не видел. Они якобы заявляют о том, что есть много желающих в эти отряды вступить. Но, тем не менее, этих отрядов нет. Мне тяжело представить, кто из херсонцев будет вступать в так называемые вот эти добровольческие отряды. Мы все-таки призываем мужчин призывного возраста максимально сейчас не выходить на улицы, находиться дома, по возможности выезжать. Кстати, вот недавно выехали мои знакомые и мужчины, в том числе, призывного возраста. Придумайте разные истории. Я не буду говорить это в эфире, но можно выехать. Поэтому желательно, конечно, выехать из оккупированной территории сейчас. Или, если уже там находиться, то максимально подумать, как обезопасить себя, свою семью, и найти безопасное место, пока идет деоккупация Херсона. Спасибо большое. Сергей Владимирович Хлань был с нами в прямом эфире.